Глубоко уважаемые члены Президиума, глубоко уважаемые коллеги, еще в 1961 году в Франции Урале предложили все редукции конечностей, как верхней, так и нижней, разделить на ответственную группу. Это продольные и поперечные, то есть пути. Продольная редукция конечностей – это тяжелый порог развития всегда вызывающей группы нарушений функций и внешнего вида конечностей в связи с поражением всех ее сегментов. Ниже приведены варианты возможных нарушений, но самое важное, что возможны любые степени редукции или гипоплазии костей, суставов, вплоть до их отсутствия, но самое важное, что поражаются в той или иной степени все сегменты – сегмент плеча, предплечья и кисти. Абилитация таких пациентов всегда очень трудна, в связи с несколькими причинами. Во-первых, малоэффективность консервативной терапии. Далее, в большинстве случаев это невозможность одномоментной хирургической коллекции. И наконец, необходимость в большинстве случаев использовать технические средства реабилитации, то есть протезирование или артезирование, что в принципе у нас разделено на разные службы в нашей стране. Данный слайд демонстрирует высочайшую частоту среди таких пациентов с грубыми продвижными редукциями тех, кто находится под облегой государства, то есть воспитанников детских домов, домов ребенка и возрастом в состоянии домов инвалидов. И это также может быть причиной, которая ограничивает возможности абилитации. Для таких пациентов очень характерно развитие, и это положительно, различных компенсатурно-приспособительных механизмов. Ну, например, с использованием функций недоразвитых конечностей. Здесь вы можете видеть прижатие предметов к туловищу, использование поручной конечности как противоупора, и также использование нижних конечностей, например, коленки в кассе противоупора для возможности удержания предмета. А также развитие компенсатурно-приспособительных механизмов с замещением функций недоразвитых конечностей. В частности, данные слайда демонстрируют возможности нижних конечностей у взрослых женщин для использования практически всех бытовых нужд. Ну, вот здесь мы два варианта предложения. Это для обслуживания газовой плиты, включения и выключения, а также для мытья посылок. Основные формы продольной редукции представлены в данной таблице. Значит, первое, варианты лучевого дефицита. Это врожденная лучевая косорукость, которая наиболее чиста, составляет до 8,5% от всех редукций. Это варианты локтевого дефицита предплечья. Врожденная локтевая косорукость, врожденные плечи, лучевой синостоз, который, скажем так, в ряде зарубежной литературы рассматривается как крайняя пятая степень локтевой косорукости и врожденная сгибательная контрактура локтевого сустава. И врядность преимущественной редукции плеча, то есть максимальной формы экстремелии, то, что раньше в литературе называлось фокомелии. Значит, наш материал это 187 пациентов на данный момент, в возрасте от 1 месяца до 46 лет, которые наблюдались как в центре миниатурга, так и в институте имени Турнера вот за такой значительный период временной. Больше всего было пациентов с плечевым синостозом, чуть меньше с максимальными формами экстремелии, ну и, в общем-то, абсолютная казуистика – это, конечно, врожденная сгибательная контрактура локтевого сустава. Итак, разрешите подробнее остановиться на трех наиболее редких, на очень интересных формах. Врожденные плечевым синостозом – комбинированный порог развития, характеризующийся отсутствием локтевого сустава, порочную установку и укорочение предплечья, сочетание из патологии кисти. Ну, указано, что в 2005 году была, значит, в нашем центре сочетная диссертация по этой теме. Представлены три основные формы плечевого синостоза. Первая, наиболее легкая, с конкресценцией плеча и предплечья. Видите, две кости предплечья. Вторая форма – с ассимиляцией локтевой кости. На предплечье есть только лучевая кость. Только лучевая кость, вот первый палец. И плечевого синостоза с ассимиляцией обеих костей предплечья, есть плечевая кость, и вот практически полностью ассимилированы ей кости предплечья. Полностью разгучивать всю каплицу не буду, Думаю, она демонстрирует основные формы лечения. В первой группе, конечно, это хирургическое лечение. Протезирование оно не проводилось, пациенты отказывались, и мы не видели смысла. Это и коррекция деформации плеча, и удлинение, и реконструкция, и генематизация локтевого сустава, и также различные варианты реконструкции на кисти. Во второй группе также основным методом был хирургический, конечно. Те же самые операции, но почти в четвертые случаи использовалось протезирование в связи с болельшим недоразвитием и, конечно, и невозможностью все восстановить, возместить собственными тканями. И в третьей группе, наиболее тяжелой, конечно, основным методом было протезирование, это более чем 4,5 больных. Операции выполнялись нечасто, в основном это были аутотрансплантации пальцев и стопы на кисть. Следующая серия слайдов будет демонстрировать такие основные, скажем, вряды оперативного лечения. Ну, например, устранение порочного положения предплечья, методом корригирующего статомия лучевой кости. Удлинение костей плеча предплечья с помощью аппарата Ализара. Формирование локтевого сустава с использованием аутотрансплантации первого ближнего фалангового сустава в позицию отсутствующего локтевого сустава на конечности. Это этап выделения трансплантата, это этап подготовки висепетной зоны, восхормированной диастаз, вы можете видеть, и этап транспозиции выделенного сустава. Следующим этапом после такой операции, как правило, нужно было выполнять кинематизацию, в данном случае за счет транспозиции мус-клюз-ладесимус-дорзи, вот она контурируется, результат, и вы можете на данном слайде видеть результат. Вот так было в возрасте трех лет, и вот так вот стало. Это возможность активного сгибания, это возможность пассивного сгибания. Пример протезирования. Вырожденная сгибательная контрактура локтевого сустава. Это комбинированный порог развития основными клиническими проявлениями которого являются сгибательная контрактура локтевого сустава с наличием в нем пассивной подвижности в сочетании с редукцией сегментов конечностей, преимущественно предвлечье и кисти. Здесь описка диссертации, разрешена в 2011 году, также сотрудникам нашего института. Также три основные группы мы выделяем. Первая типичная, когда есть гиропластичный сустав локтевый, есть единственная кость предплечья и кисть, содержащая максимум три луча. А типичная форма, это чаще всего встречалось, типичная форма конечно. А типичная форма это две кости и пятипалая кисть. И промежуточная форма, в существовании которой сейчас мы уже сомневаемся, потому что думаем, что это можно отнести к раннему варианту типичной. Но тем не менее она выделялась в диссертации. Вот когда нет фактических костей предплечья, нет кисти, вот и соответственно нет нужды их восстановить. Основной метод в первой группе это, конечно, протезирование. И хирургическое лечение, которое проводилось, было направлено только на подготовку к этому протезированию. Это устранение сгибательной контрактуры с помощью аппарата Элизарова, пластики, местными тканями и так далее. Также возможности реконструкции на кисти. Во второй группе, в геотипичной основной метаблохирургической, потому что там была только контрактура, две кости предплечья и пятипалая кисть. Конечно, пациентам не нуждались протезирования. И в третьей группе, где не было пактифрахисии фактических предплечья и ни одного луча на кисти, конечно, это было только протезирование. В двух словах, решите этапы лечения таких введений и представить. Значит, это устранение сгибательной контрактуры, выкраивание лоскутов, мобилизация сосудов и нервного пучка, перемещение лоскутов, наложение аппарата Элизарова с целью последующей дистракции и постепенная дистракция. Ну, в режиме, как правило, от полутора, наверное, до трех миллиметров в сутки можно было это делать. Значит, результат хирургического лечения. И после этого, другой уже пациент, результат и хирургического лечения и протезирования. То есть, суть такого оперативного лечения была в том, чтобы пациента можно было снабдить не протезом плеча, вот на такую деформируемую конечность, а протезом предплечья. Это гораздо косметичнее, легче и проще в использовании. Возможности косметического протезирования и возможности косметического и такого атипичного функционального протезирования. Вот это косметическая кисть, а вот этот протез противоупор, с помощью которого ребенок может писать и есть. И, наконец, последняя форма, очень интересная, проксимальная форма трех миллиметров, это группа тяжелых аномалий развития верхней конечности, которая характеризуется значительным укорочением пораженной конечности за счет недоразвития преимущественно проксимальных сегментов. В 2010 году в нашем центре была сущена диссертация на эту тему. В литературе наиболее известный термин, который, в принципе, сейчас не используется, это фокмелия, так как внешний вид пораженной конечности очень напоминает передние конечности треи и лимон. Так же две страны группы. Первая группа.